Всем привет! Еще один примерчик клина. Русские буквы уже есть, японские выглядывают, нам нужно японские убрать. Убираем очень простенько, штампиком просто-напросто хопируем текстуру от соседнего кусочка и вставляем ее туда, куда надо. Допустим, из вот такой маленькой кусочка можно проштамповать чуть дальше. Главное взять штампик не очень большого размера, взять, допустим, начальную точку вот отсюда и буквально на 2-3 этих пикселей съезжаем в сторону и вот так вот штампуем. Тик-тик-тик-тик. Даже эту самую кисточку брать не надо. А вот здесь даже ластик брать не надо. Берем просто-напросто тот же самый штампик, начальную точку из белого участка рядышком и вот тут раз-два и у нас беленькое место. То же самое и здесь. Раз-два, беленькое место. Отсюда поедем сюда, пару штрихов тут уберем. Здесь у нас, я не знаю, что под этим, под этой штукой происходит, поэтому в этом случае выключаем наши русские буковки и пытаемся разобраться, что у нас тут по-японски в оригинале стоит. У нас идет полоса от двери, идет полностью вниз и ее можно можно штамповать, либо взять кусочек отсюда, но если мы возьмем кусочек отсюда, то у нас будет очень видно, очень постоянно будет проходить текстура, то есть видите, у нас пару пикселей "- темненький", потом пару пикселей чуть светлее, потом пара主иснее снова пиксейтем web, если мы возьмем именно отсюда кусочек, у нас вся полоска вот таким вот подходом будет два темных, два свет поднятемных, снова два темных, два свет처� 거царенного. это слишком отстамповано получается поэтому мы возьмем кусочек отсюда здесь нас идеально длинная полоса который можно вот так взять и вставить и вставили и поехали вниз ее отстамповываем вот примерно вот досюда во да да здесь тоже можно чуть подрисовать дальше вот эта полоса нас это понимал должна как вот эти вот да пройтись насквозь мы это же дорисуем немножечко вот так аккуратненько здесь идем уже вот так вот примерно так смотрим что у нас из-под прика выглядывает здесь нас уже все хорошо вот это место можно еще раз немножко штамповать и вот здесь вот получается да так здесь идем вот этой штукенции штампуем вот именно вот так это нам сейчас уберем это у нас вот это вот это так а вот это так все понятно да как я объясняю и на сама себя не понимаю что я объясняю но я надеюсь что увидя картинку вы понимаете что там творится вот теперь давайте вот это вот штукенцию немножко продлим так вот вот так много что у нас там влазит отлично вот это уже лучше здесь полосочку чуть надо продлить продлить здесь у нас текстурка 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 слишком много здесь вот эту штуку можно пальцем протереть в стороночку берем пальчик и вот аккуратненько стараемся ровненько продлить его возвращаемся к инструменту штамп вот эта текстура просто-напросто ненавижу я все мечтаю когда он наконец закончится потому что они достали ходить в халатах вот этих вот дурацких такой текстурой жесткой так начальная точка бета начальника беру какую-нибудь этот вот один из этих квадратиков беленьких копируем ищем его сюда но если так поставлю то у меня этот самый облачко сотрется поэтому я беру кисточку штампик поменьше и пытаюсь найти его так вот начальную точку вот давайте попробую от штамповать надеюсь получится о более-менее получилось супер я довольно здесь немножко поменьше сделан где ход полоса что вот эта полоса чтобы они повторялось ей поменьше на просто сделаем вот супер получилось и немножко еще чуть-чуть пониже я вот так вот но возвращаемся к размеру штампика чуть-чуть побольше берем отсюда стампуем вверх стампуем стампуем готова то ли кошка играть то ли что не понимаю и отсюда поехали последний москать штрихи довисовываем здесь нити какая-то сегодня пошла я проверю что там такое здесь тоже видите на очень много пикселей одинаковых чтобы такого не бы не было просто просто берем пальчик и мать к размазываем и давайте разберемся вот с этим вот последнюю кусочком а тут надо у нас от штамповать вот отсюда во берем и штампуем наверх можно дать чуть больше вот включаем отлично чем хорош этот метод тем что нам работать нужно меньше да тут у нас 120 . мы все-таки продлим почетче потому что можно вот на вот отсюда вот эта студенция да она очень подходит да так чем хорош это способ тем что у нас работы меньше чем он работа меньше и укрепляет просто прекрасно работа меньше чем плохо такой способ тем что если вдруг у вас здесь какая-то ошибка либо вы захотите передвинуть его звук то вы столкнетесь проблемы что какие-то части которые вы еще не достирали у вас вылезут снова то есть вам нужно будет новое дорисовывать эти вот кусочки но я думаю что это не такая уж большая проблема для тех кто рукасты для тех кто знает как то есть терять да там еще пару лишних пикселей стереть кому-то не проблема более чаще всего в звуках мы ошибки делаем очень редко в смысле эти грамматические какие-либо и их исправляем тоже довольно-таки редко на это пожалуй все спасибо за внимание до встречи